Привет, друзья! Вы на канале Прошмот. Меня зовут Влад. И сегодня у нас на обзоре бренд родом из Харькова, который был создан в 2017 году, Alantes. Бренд создан Виталием Ичанским, который до этого занимался ритейлом западных брендов и поставлял их в Украину. Дела у него шли хорошо, но со временем он понял, что пришло время для более громких и трудоемких проектов. А полотнуло его то, что в Украине нет концептуальных и независимых от рынка брендов. По его мнению, только масс-маркеты и бренды, которые ориентируются на запад. Так что, что шьет Alantes, давайте смотреть прямо сейчас. Ребята из Alantes прислали нам целый пак одежды. И сразу заметил то, что они положили нам, скорее всего, упаковку. Да, это пакет, в котором они отправляют своим клиентам одежду. Их лого, такое же лого вы можете увидеть на их сайте. И, по-моему, если я не ошибаюсь, эти стикерочки. Да, стикеры, стикеры. Тоже думаю, что они кладут их во все свои отправки. Сидище око с надписью, кстати. Да, мне кажется, это написано Alantes. Но, по крайней мере, я хочу в это верить. И здесь у нас в их стилистике Япония, аниме, девочки, неон. Все красиво. Этот мы сразу же помещаем в наш горшочек. Ну и первое на обзоре у нас будет футболка Sakura logo T-Black. С принтом на груди и с дублирующим на спине. Таким же принтом, только на всю спину. Если на вас хоть раз в жизни попадалась реклама Alantes, вы 100% видели этот логотип, я уверен. Точно такое же лого у них на бирке. И он у них, по-моему, на всей одежде. Вышито Alantes, всевидящее око. Если повернуть, написано, истина рядом. Насколько она рядом, давайте смотреть. По ткани она очень приятная на ощупь. Общались с брендом, они говорили о том, что при создании бренда столкнулись с тем, что мало развита у нас инфраструктура в плане пошива одежды. Поэтому полотно они вынуждены были брать в Польше. И берут его до сих пор, для того, чтобы сохранить момент качества, задуманный с самого начала. Действительно, ткань очень хорошая. Но единственное, что я не могу понять, на сайте указано, что это 100% хлопок. Но она просто обалденно тянется. Ну, то есть, это неплохо, но мне кажется, что это не 100% хлопок, процентов 5-8, в ней должно быть эластана. Ну, или я чего-то не понимаю, с польскими тканями, возможно, у них там как-то чуть по-другому это все работает. Печать принта шелкография, я скажу, что, скорее всего, он нанесен в несколько слоев, потому что, когда его тянешь, он круто тянется и не трескается. А это значит, что, скорее всего, проблем в носке не будет, и после массы стирок он сохранит свою первозданность. Внутри также на боковом шве есть несколько бирок. Это штрих-код, опять же, лого Alantars, написано Design by Alantars, потом еще одна точно такая же бирка. И третья, Made in Ukraine, with love for Japan, и какая-то няш-мяш в японском стиле. Ну, with love for Japan, это видно прям по стильку всего бренда, тут как бы и не сомневаешься в этом. По пошиву и швам здесь все красиво, на рукавах вижу внешние швы, почему-то они так решили. Горловина не из основного полотна, как делают большинство брендов, это немножко удешевляет ее в пошиве, а здесь отдельно есть рибана, что хорошо, она здесь плотнее, и горло будет не так растягиваться. Также внутри, внутренний шов скрыт, линия чистоты, и это все тоже очень красиво и приятно. В общем, по качеству пошивы, по материалу вопросов нет. Давайте ее мерить. Футболка села хорошо, ткань действительно очень приятная к телу, покрой она идет обычная, единственное, что рукава здесь идут с намеком на оверсайз, потому что когда их шьют, делают спущенное плечо и рукав здесь свободный, такой широкий. По прайсу эта футболка 570 гривен. Для рынка Украины 570 гривен, для футболки достаточно немало, но качество хорошее, и посмотреть бы, как она будет носиться, но пока, в принципе, она достойна таких денег. Вторая модель футболки Google Cry Black Tea. Изначально подумал, что, в принципе, то же самое, только другие принты, но все совсем не так. Во-первых, по крою она отличается, эта футболка гораздо шире, она шире сантиметров на 4-5, хотя, что это, что то были размер L. Здесь другой материал указан, 95% картон, 5% спандекс, и печать здесь уже идет цифровая. На груди, по традиции, всевидящее око, в этот раз с японскими иероглифами, а на спине у нас ГОГО, это мадам из фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино. Кстати, по поводу принтов. Когда общались с ребятами, они говорили, что да, продажи для них важны, но первоначальная цель – это донести людям свою идею через принты, потому что в каждом принте на их одежде заложена мысль, своя история, и зайдя на их сайт, в карточку товара, даже по этой футболке там расписана, целая история, как возникла, почему, в честь чего, и это действительно интересно почитать, так что заходите, читайте, потому что, когда ты носишь Alantos, ты можешь прям знать, что ты несешь вместе с этой одеждой. По пошиву, так как и в прошлой модельке, все красиво сделано, все качественно, действительно чувствуется, что ткань уже другая, и горловина здесь уже не так, как в прошлый раз, а сделана из основного полотна, бирки, здесь все по стандарту, здесь точно так же, единственное, что, а, наверное, в прошлой модельке они чуть профтыкали и вшили две такие одинаковые, а вот по-нормальному здесь вшита еще инструкция по, да, по уходу, и это правильно, и это не нужно забывать и профтыкивать, вшивать. Давайте эту футболку мерить. По ощущениям и по крови футболка это мне нравится больше, потому что она гораздо свободнее и в ней комфортнее, так что, кто любит более свободную и оверсайз одежду, советую сразу смотреть на вот такую вот модель, а по прайсу они одинаковые, 570 гривен. А мы с вами давайте смотреть дальше на худи. Следующий у нас на очереди худи, миюги, black, orange, рефлектив, худ. Все логично, по цветам расписано в самом названии. Опять же, принт, такой, как и на прошлой футболке, в заведении ока с Alantra с логотипом. Что могу сказать? По качеству, опять же, очень приятно. Мне нравятся их ткани. Они действительно очень хорошие. Ничего не кашлатится, ничего здесь не торчит. В оранжевом, черном цвете, оранжевые рукава, на них вшиты рефлективные ленты. Рукава здесь идут на резинке. Так же, как и низ, который пришит оранж, и внизу тоже на резинке идет на утяжках. То есть, под себя можно это все подобрать. На груди, как на анораках, у нас идет замок. Замок, кстати, хороший. Все отлично залетает. И достаточно глубокий карман. Но, опять же, все здесь красиво с крыльями. Хорошо вшитый замок, ничего не торчит. В общем, все смотрится аккуратно. Оранжевый шнурок, капюшон трехпанельный. И это очень круто, когда трехпанельный капюшон. Потому что, когда ребята делают худосы с двух частей, здесь получается такой сосок, который ты надеваешь, и похож на типочка с куклукс клана. А здесь ничего не будет торчать. Классный, и он широкий, удобный капюшон. По идее. Подклада идет с той же основной ткани. Можно было бы делать его с какого-то кулира. Он бы был немножко полегче. Потому что, если ты в кепке натягиваешь такой капюшон, уже может быть и туговато. На спине принт. Это шелкография. Опять же, видно, что нанесен несколько слоев. Плотный. И на растяжении он не трескается. Принт с изображением мифического персонажа. Нопера Бо. В описании в карточке товара вы, опять же, можете прочитать историю этого принта, что эти значат иероглифы и тому подобное. По составу ткань 80% хлопок, 20% полиэстер. По весу она очень плотная. Такое чувство, будто она весит килограммчика два. Плотная. Такой осенний худос. Давайте его мерить. По качеству материала мне нравится это худи. Опять же, все приятно к телу. Первое замечание по этому карману, потому что, когда ты надеваешь кофту, ты человек пролазишь сюда, и вот этот карман, который никак не зафиксированный, он залазит тебе прям к горлу. Ну, как бы, и он застегнутый. Ты такой одел, и вот оно. И каждый раз нужно будет его поправлять туда внутрь, чтобы типа все окей было. Вот. И второй момент по капюшону, потому что он, как бы, здесь ничего не торчит замечательно, но хочется, чтобы были шире эти панели, чтобы у меня тут ставни не закрывались. Ну, короче, чтобы больше немножко было объема для головы. Манжеты на резинках мне нравятся лично. Ну, они как-то, они удобные. По дизайну худи не совсем стандартные, то есть нужно понимать, что этот худос не везде будет уместным, но, думаю, у Алантерса есть что подобрать конкретно под этот худос. По прайсу 1380 гривен. Есть за что, поэтому цена и немножко кусается, как для худи по Украине. Давайте смотреть дальше. На экране в нашем обзоре кепка Basic Japan Black Cap. На сайте указано, выполнено из высококачественного денима. И могу сказать, что это очень похоже на правду, потому что на ощупь действительно кепка очень приятная. На передней части вышитое уже нам с вами знакомое лого. Кепка 6-ти панельная с отверстиями под вентиляцию. Достаточно плотная, ну, то есть для лета есть классные варианты с сеточкой. Такое я лично люблю побольше. Внутри бирка опять с японской няш-мяш и Alandres Co Corporation. Скорее всего они имеют в виду. И на задней части опять же их бирка, флажок с их лого. Металлическая пряжка, это значит, что размер регулируется и должен подойти абсолютно на любую голову, кроме моей, потому что у меня башка нереальных размеров. И найти кепку на меня, это из разряда фантастики. И вы сейчас увидите, как она на мне сядет. Внешне, да, сидит хорошо. А так? По качеству претензий нет. Единственное, для себя хотелось бы кепку немножко поглубже, тогда бы она на мою голову села более лучше. По прайсу 480 гривен. Честно говоря, для кепки по Украине цена кусается. И есть вероятность того, что летом, в такое лето, как сейчас, такая кепка выгорит очень быстро. Делайте выводы сами. В планах на будущее у Alantars это расширить свои рамки и выйти на западный рынок, а не держаться Украины и СНГ. Что хочу сказать от себя, то, что мне лично бренд понравился. У них четко прослеживается стилистика, позиционирование и мне нравятся некоторые моменты. Не все, но есть, что у них выбрать. Очень крутой контент, их реклама, все. Видно, что ребята заморачиваются, делают все максимально красиво и атмосферно. Также у них есть телеграм-бот, по-моему, Акира называется. Я на нее подписан. И там не навязчиво, но регулярно выходят всякие посты со скидками, с просто интересной информацией. И можно иногда это тоже все почитать. Эти шмотки мы, как всегда, обязательно разыгрываем. В этот раз все очень просто. В комментариях под этим видео ты должен написать, какую из этих вещей, четырех, ты хочешь забрать себе. И с помощью рандомайзера мы определим четырех победителей и отправим вам вещи. Мы были на канале про шмот.